добрый вечер дорогие отцы братья сестры матушки и дети сегодня мы продолжаем изучать лестницу степень 10 о злословии и клевете ну как помним клеветник по-гречески будет дьявол то есть очень большой грех грех неправды грех возведения клеветы на человека но к сожалению нередки грех случается и даже это получается страсть человеке и сегодня изучим откуда она берется как проявляется как с ним бороться как ее побеждать никто из благомудрствующих как я думаю не будет противоречить тому что от ненависти и по метазлобия рождается злословие и так она после своих родоначальников по порядку мною и предлагается то есть тут названы родители собственно злословие откуда она возникает либо это ненависть либо это давно какое-то было видимо искушение скорбь и по метазлобия сохраняет эту злобу но в итоге из человека уже производится слова злые то есть злословие что такое злословие как определяет святой лестничный злословие есть исчадие ненависти то есть чадом ненависти тонкий недуга знаете почему тонкий не такой грубый как большие грехи и заметные но тонкий и не всегда люди замечают его в себе и привыкают к нему свыкаются с ним и считаю что без этого никак нельзя но конечно это есть проявление гордости ненависти злобы и конечно он губит душу человеческую но тонкий недуг большая сокровенная и таящийся пиявица то есть не всегда явно для самого человека который высасывает и истребляет кровь любви это лицемерие любви причина осквернения и гращения сердца истребление чистоты вот столько определения дает лестничный и мы видим насколько губительна эта страсть некоторые отроковицы грешат бесстыдно а другие тайна и со стыдливостью но придаются еще лютейшим порокам нежели пьер тоже можно видеть и в страстях бесчестия много тайн лукавых отроковиц каковы мере лукаст печаль памятозлобия и сердечная клевета кое видимо представляет одно а внутренне взирают на другое то есть перечисленные страсти они таятся но разъедает душу иногда проявляется но человек ну не сильно заботиться об их искоренение услышав что некоторые злословят ближних я запретил им делать или же сего зла в извинение отвечали что они делают это из любви и попечения о злословимом то есть есть такое оправдание у человека если он кого-то злословит говорит я вот хочу ему привести пользу но я сказал им оставьте такую любовь чтобы не оказалось ложным сказанное оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях если ты истинно любишь ближнего как говоришь то не осмеивай его а молись о нем в тайне ибо сей образ любви приятен богу станешь остерегаться осуждать согрешающих если всегда будешь помнить что его добыл соборе учеников христовых а разбойник числе убийц но в одно мгновение произошла с ними чудная перемена то есть он говорит что наш суд человеческий очень не точный ошибочный зачастую потому что нам не открыты сердца людей их прошлое их теперь еще состояние и будущее или будущее покаяние этого человека или будущее падение от нас сокрыто поэтому злословить ни в коем случае нельзя кто хочет победить духа злословия тот пусть приписывает вину несогрешающему но подущающему его бесу ибо никто не желает грешить против бога хотя каждый из нас согрешает не по принуждений то есть самого человека нужно любить даже который против нас что-то делает нужно потому что бог его любит она должна быть все любезно что любезно христу и господь говорит апостолу карпу что он готов пострадать даже за одного человека так дорога каждая душа бог и вот если к нам кто-то грубо отнесся или отливитал нас то мы в ответ должны молиться за него богу почему так потому что это угодно бог потому что к этому склоняет нас наш ангел-хранитель от этого душа наша возвышается а если мы злословие его осуждаем то это приносит радость без то злоба которую даже пусть проявил человек обесовскую злобу потому что не к нам при нашем заслове она распространяется а если мы смиримся помолимся за человека то добром побеждаем это зло и принесем пользу этому несчастному человеку видел я согрешившего явно но в тайне покаявшегося и тот которого я осудил как блудника был уже целомудрен у бога умилосевив его чистосердечным обращением то есть он говорит что наш суд очень не точный и надо бояться осудить человек никогда не стыдись того кто пред тобой злословит ближним но лучше скажи ему перестань брат я ежедневно падаю в лютейшие грехи и как могу его осуждать вот мне приходилось можно сказать на практике это видеть когда если кто-то плохо говорил о ком то другие братья говорят да у меня самого много грехов не хоть давайте не будем осуждать вот видел как братья стараться прекратить осуждение злословие либо поклониться и молча отходят этим показывают что не нужно продолжать этот разговор то есть так мягко обличать людей осуждающих тоже нужно как и себя укорять у меня больше грехов зачем другие будем осуждать ты сделаешь таким образом два добра и одним пластырем исцелишь и себя и ближнего это один из самых кратких путей к получению прощения грехов то есть чтобы никого не осуждать ибо сказано не судите да не судят вам как огонь противен воде так и кающемуся несродно судить если бы ты увидел кого-нибудь согрешающего даже при самом исходе души из тела то и тогда не осуждай его ибо суд божий неизвестен людям некоторые явно впадали великие согрешения но большие добродетели совершали в тайне и те которые любили осмеивать их обманулись гоняясь за дымом и не видя солнца опять говорится чтобы не судить и не засловить послушайте меня послушайте злые судьи чужих деяний если истина то что в самом деле истина что им же судом судите судят вам то конечно за какие грехи осудим ближнего телесные или душевные в тех подъем сами и иначе не бывает ну это мы замечаем и наверное по себе лично и по другим людям когда кто кого осуждает то впадает в эти же грехи или еще худшие поэтому вот тоже важно не осуждать ну и даже святые говорят что осуждение ближнего за какой-то грех это еще больше грех поэтому надо беречься скорые и строгие судей при решении ближнего потому сею страстью недугу что не имеют совершенной и постоянной памяти и попечении о своих согрешениях ибо если бы человек в точности без покрывала самолюбия увидел свои злые дела то ни о чем другом относящимся к земной жизни не стал бы уже заботиться помышляя что на оплакании самого себя не достанет ему время хотя бы он и сто лет прожил и хотя бы увидел истекающим из очей своих целы и ордан слез я наблюдал за плачем истинного покаяния и не нашел в нем и следа злословия и осуждения то есть это очень важно признак того что человек не плачет о своих грехах не идет путем спасения является то что он злословие других осуждает то есть он не видит своих греков а когда человек откроется его грехи то уже не до осуждения есть можно вспомнить матеря и фарисея скоро будет у нас вспоминаться это причем то есть матерю не было дело до того кто как совершал кто как жил он лишь просил для себя покаяния а фарисей не особо заботился о покаяния о своих грехах но вот он как раз и согрешал злословием и осуждением человека убийцы бесы понуждают нас или согрешить или когда не грешим осуждать согрешающих чтобы вторым осквернить первое то есть осуждением осквернить то что мы в чем-то не согрешим вот а это все дело рук бесов знай что и это признак пометозлобного и завистливого человека если он легко с удовольствием порицает учение дела и добродетели ближнему будучи одержим духом ненависти то есть если человек порицает дела и добродетели ближнему он одержим духом ненависти и является завистливым и пометозлобным человеком ну вообще напомню дорогие отцы что когда мы изучаем книги святых отцов где говорится о грехах страстях всегда у нас есть мысленный такой соблазн или может враги делают что мы когда читаем про грехи чьи-то страсти то имеем ввиду так в уме кого-то из ближних дали знакомых да действительно у него есть эта страсть она стараться духовной книги применять к себе тогда будет польза тогда может быть наша исповедь станет более полнее наше покаяние более усердным вот и зрение грехов более таким строгим грехов своих видал я таких людей которые тайно и скрытно соделывали тяжкие согрешения а между тем считали себя лучшими других безжалостно нападали на тех которые увлекались в легкие но явные проступки опять мы видим здесь из засловия но рядышком прямо с лицемерием осуждением и таким окаянным сердцем тот человек явные грехи имеет но никто об них не знает и он радуется что никто не знает что он выглядит как праведник не плачет о своих грехах явных но видя что кто-то вернее о своих тайных грехах он не плачет а если видишь что-то более легким чем-то согрешил но явно он нападает осуждает и пытается знаете за счет осуждения другого сам как-то самооценку себе поднять судить значит бесстыдно похищать сан божий а осуждать значит погублять свою душу ну мы всегда должны помнить что судья для нас есть бог вот когда мы осуждаем мы губим свою душу дай бог чтобы у нас вкоренилось понимание чтобы наш язык стал чище наши речи стали чище как возношение и без другой страсти сильно сильно погубить человека так и осуждение одно само по себе может погубить нас совершенно ибо фарисей он за сие осуден был но где-то я другой книги читал что не может один человек укорить другого прежде не превоздеся над ним и вот бывает что мы кому-то грубо ответим или о ком-то плохо скажем это значит что мы сначала превознеслись над ним возгордились но это уже такой признак погибели об этом надо конечно плакать и исправляться и больше помалкивать если как сказано ранее мы читали если даже слышим то что кто-то кого-то осуждает надо постараться прекратить это осуждение но опять же не грубыми словами сказать ну чем мы будем осуждать сами грехов хватает лучше не судить еще вспоминается не помню где читал повесть об одном брате который никого не осудил значит один брат умирает монах но другие замечают что он не сильно скорбит и не боится смерти хотя видели за ним некоторые прегрешения вот и они говорят брат а почему ты не боишься суда божьего хотя я и нерадивый был и согрешал но я каялся и я никого никогда не осудил вот и он говорит а бог обещал кто никого не осудил того и судить не будут вот но такое правильное мышление то есть он до боясь кого-то судить и знаете и в нашем обществе тоже бывают такие люди которые очень сторонятся осуждения но я таких видел довольно много людей там в монастыре среди знакомых которые вот прям знать так сильно избегает это осуждение и бывало в разговоре тоже слышал что пациент давайте не будем осуждать тысячу худших пойдем вот и очень радостно было очень приятно было видеть таких людей как добрые винограды вкушает только зрелые ягоды а кислые оставляет так и благородные благоразумный и рассудительный ум тщательно замечает добродетели какие в ком-либо узрит безумный же человек отыскивает пороки и недостатки о нем то сказано испытавши беззаконие исчезоши испытающие испытания то есть те люди которые все за кем-то подглядывают подсматривают подслушивают где бы кого-то в чем-то укорить вот они исчезнут то есть погибнут а нам не надо бы погибать хотя бы ты своими очами увидел согрешающих не осуждай ибо часто и они обманываются то есть наши глаза даже могут обманываться об этом в отечнике тоже интересно говорится один брат монах идет идет по какой-то местности видимо может подворье монастыря или сам монастырь пустынное место такое и он увидел что другой брат согрешает с женщиной он боролся с мыслью боролся потом никак не мог и что подошел пнул брата все перестаньте а потом когда пнул увидел что это два снопа вот так то есть настолько ну то есть солома настолько был склонен к осуждению что вот так господь попустил что у него такие видения такие знаете как галлюциона цели вот и он осудил а потом увидел что действительно это неправда вот мысль принял такое вот еще вспоминается здесь сейчас помню в оптиной пустыне был случай когда один брат шел по монастырю потом видят что его очень знакомый брат такой этот как сказать дружно к нему принципе настроены но очень злобно на него посмотрел так вот таким взглядом злым вот этот удивился думать что произошло не всем понятно а потом дальше идет смотрит этот же брат идет но уже веселый такой поздоровался приветливо и первый у него спрашивают зачем ты на меня так зло смотрел я не смотрел зло на тебя ну вот когда ты выходил там вас куда домика меня там не было а потом у старца спросили а старец сказал что это был бес то есть вот так бес может обмануть даже видите в оптиной пустыне превратился в другого брата и чтобы их рассорить то есть в этом мы видим как человек склонен обманываться как он как дьявол его смущает как он хочет поссорить людей и поэтому надо не торопиться выносить суждение ну и помним еще как святой англоштадский говорил что нужно ненавидеть грех но любить самого человека даже грешника потому что он создан по образу подобия бога создан нашим богом которого мы любим и даже наш бог за него валил свою кровь и душа этого человека без ценно и бессмертно и поэтому осуждать нельзя всячески помолиться за него добрые дела делать ему и за него еще важно как святые говорят что мы имеем дерзновение молиться за того человека который против нас чем-то согрешил поэтому святые любили такие моменты когда кто-то обидит они приобретали незновение молиться за этого человека потому что это господь их завещал любить врагов это помним из жития андрея христа ради уродивого когда его обижали он за них молился за обидчиков и без он говорит они меня меня обижали потом я им прощаю я за них молюсь богу вот но на этом степень десятая закончена кто взошел на нее тот то бы бывает делателем любви или плача и вот следующая степень будет о многолагол они и молчание то есть о страсти много речевой и о добродетели молчания благодарю всех за внимание дорогие отцы